Мотивы этого голосования, этого решения России прекрасно объяснил Чуркин в своей фрейдистской оговорке в заключительной фразе «Безнаказанность наступит для тех, кто совершил это преступление и для его организаторов». Генеральная ассамблея, которая соберется на свою сеть в сентябре, большинством две трети голосов, а такое божество, я думаю, там будет получено, она может создать международный трибунал. Правда, статус его будет несколько другой. Дело в том, что если был принят вчера устав этого трибунала, то Россия была бы обязана, это почти моя фрейдистская оговорка, то все страны были бы обязаны выдавать подозреваемых этому трибуналу, это была бы норма международного права. Именно поэтому Москва так яростно сопротивлялась трибуналу, трибуналу организованному Советом Безопасности, что он мог означать для господина Путина, опять же цитирую устав этого трибунала, пожизненное заключение или 30 лет. Трибунал, который будет организован Генеральной ассамблеей, будет иметь, конечно, громадное политическое, моральное и юридическое значение, но обязанности выдавать подозреваемых у государства.